Вести Хакасия продолжит эфир на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте! Вопрос строительства музейного комплекса в Хакасии обсудили в Государственной Думе. Решение принято положительное. Первые 300 миллионов рублей для начала строительства федеральный центр направит в Хакасию уже в этом году. Для этого федералам пришлось поправить госбюджет. Дополнительно 600 миллионов на свои расходы получила Министерство культуры России. Половина из них для музеев Хакасии. Властям региона осталось подписать соглашение с Минкультурой России и деньги перечислят. Напомним, в июне прошлого года руководителю Хакасии Виктору Зимину удалось добиться увеличения федеральной доли софинансирования проекта. Стоимость музея – полтора миллиарда рублей. По предварительным расчетам федералы возьмут на себя 900 миллионов. Со своей стороны Хакасия уже выделила 100 миллионов рублей. В следователях Хакасии устанавливают причины смерти пятимесячного малыша. Трагедия случилась в селе Базандаеха Багратского района. Мальчик родился здоровым, благополучной семье, в которой воспитывается еще двое детей. Вечером мама покормила малыша и уложила спать в кровать и ушла в другую комнату. Через несколько часов женщина обнаружила, что мальчик не дышит. Сейчас проводится медицинская экспертиза. Следователи не исключают, что ребенок умер от асфиксии. Возможно, мальчик перевернулся во сне и задохнулся. По информации Следственного комитета, с начала года в Хакасии умерло 12 детей в возрасте до года. В девяти случаях причинами смерти стали патологии здоровья. Один ребенок был убит матерью в подсинем. Еще по одному случаю, когда в конце мая в Черногорском роддоме умер новорожденный, проверка продолжается. Оказывается, на территории Хакасии есть как минимум две устябаканские птицефабрики. Одна из них работает и развивается, другая на стадии банкротства с долгами более пяти миллионов рублей. Юридические адреса у предприятий разные, фактически один. По нему сегодня приехали судебные приставы, чтобы арестовать имущество. Людей в форме директор действующей устьябаканской птицефабрики встречает абсолютно спокойно. Его предприятие зарегистрировано в марте этого года и пока никому ничего не должно. «Собственники находятся в городе Кемерово и директор. А мы только занимаемся реализацией». «То есть у вас в стране находили два предприятия?» «Совершенно верно. И вы ко мне пришли, как вообще к другому предприятию, вообще абсолютно не имеющему к старому предприятию никакого отношения». Предприятие «Должник» зарегистрировано на территории Кемерово. Там же находится всё руководство и бухгалтерия. Взыскивать деньги с таких предпринимателей весьма проблематично. Сегодня на территории устьябаканской птицефабрики нет единого собственника. Оборудование принадлежит одним лицам, курице другим, здание третьим. Действующий директор работает на условиях аренды. Задача приставов – выявить и арестовать то, что принадлежит должнику. «С 2011 года ведётся исполнительное производство. На сегодняшний день оно сводное. Взыскателей довольно-таки много. Ранее судебные приставы исполнителей устьябаканского районного отдела судебных приставов наложили арест на имущество должника на сумму около 4 миллионов. На сегодняшний день также выявляем имущество на данной территории, которая принадлежит должнику. Соответственно, накладываем на него арест». Сегодня в поле зрения приставов попали несколько заброшенных производственных помещений и хозяйственная техника. Если кемеровский должник не рассчитается с налоговой, пенсионным фондом и юрлицами, имущество будет оценено и передано на реализацию. Но распродажа арестованного добра новое руководство предприятия не боится. «Те на сегодняшний день арестованные объекты, которые находятся в собственности его птицевод, на производственно-финансовую деятельность нового предприятия никак не повлияют. Коллектив работает стабильно. Ведём реконструкцию птицефабрики, производственные цеха, выплачены все долги по старому предприятию по заработной плате». Сегодня устьябаканская птицефабрика производит 170 тысяч яиц в сутки. Товар на складе не задерживается. Зарплата работникам выплачивается. На очередного нового директора старый коллектив возлагает большие надежды. «Просто с душой сейчас идёшь на работу. Действительно, выплатилась заработная плата всем сотрудникам. Поэтому я считаю, что с ним легко работать. И я думаю, что всё будет в дальнейшем хорошо». На проходной птицефабрике объявление о наборе сотрудников. Руководство планирует расширять и наращивать производство. А долгами уволившихся людей будут заниматься только приставы. Олеся Калинченко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. В Абакане под следствие попала организатор швейного цеха. Для своего бизнеса она использовала труд нелегалов. Цех располагался в подвале кафе на улице Катаново. В нём работали две гражданки Киргизии с просроченными миграционными картами и без разрешения на труд на территории России. Их директор, 44-летняя жительница Абакана, обвиняется в организации незаконного въезда на территорию страны иностранных граждан и их незаконного пребывания. Женщине грозит штраф 200 тысяч рублей. В швейном цехе мигранты изготавливали халаты, туники и платья. Примечательно, что на свои изделия женщины прикрепляли ярлыки известных российских ферм, производителей одежды. В эту субботу праздник отметят работники социальной сферы, призвание которых помогать незащищенным, малообеспеченным семьям, пенсионерам и инвалидам. Сегодня лучших представителей профессий чествовали в Абаканском пансионате ветеранов. На праздник приехал и временно исполняющий обязанности главы Хакасии Виктор Зимин. Тему продолжит Наталья Гармашова. Современная система соцзащиты существенно отличается от той, что была на этапе ее основания три столетия назад. Но главное осталось неизменным. Это поддержка престарелых, инвалидов, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня управление соцподдержки населения существует во всех 13 муниципалитетах Хакасии. В этой сфере трудится более 2000 человек. По словам специалистов, все подопечные давно стали родными. У каждого, конечно, свои вопросы, но к каждому идешь на... Ну, к каждому имеешь подход. Галина Аданакова, Наталья Голощапова и еще 8 коллег из городов и районов удостоены первых мест в конкурсе «Лучший работник учреждения социального обслуживания в республике». Каждый в своей номинации. Всем временно исполняющий обязанности главы республики вручил благодарственные письма и кубки победителей, а также премии в размере 50 тысяч рублей. Ну, доброе дело. Не ожидала просто. Видишь, это заслуга всего моего коллектива, которые меня, во-первых, выдвинули на эту номинацию. Кроме того, в рамках праздничной встречи Виктор Зимин вручил медаль. Продавая добрость Хакасии, три специалиста удостоены звания «Заслуженный работник соцзащиты населения республики». Всех губернатор поблагодарил за отличную работу. «Поздравляю вас с праздником. Пусть в ваших семьях всегда царят тепло, любовь и забота. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким». Не забыл Виктор Зимин и о других приятных перспективах, которые ждут соцработников. Так, в этом году два раза с июля и октября будет увеличена зарплата в общей сложности на 43 с лишним процента. В результате средний размер ее в Хакасии составит 12,5 тысяч рублей. Особое внимание Виктор Зимин уделил многодетным семьям. В Хакасии их сегодня около 6 тысяч, среди них немало приемных. Виктор Зимин дал поручение подготовить нормативные акты, которые обеспечат дополнительную поддержку такой категории населения. «Позволят приравнять меры социальной поддержки семьи, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без подвечения родителей, с теми мерной поддержки, которые у нас получают многодетные семьи. Это ежемесячные, ежегодные денежные выплаты и компенсации. Прошу выполнить». Также Виктор Зимин оценил творческие работы и фотографии, которые были представлены на выставке в пансионате. Авторы произведений искусства, специалисты сферы соцзащиты и их подопечные. Наталья Громышова, Сергей Казьмин, Вестих, Хакасия. Родители больше не будут покупать детям учебники. Властей обязали обеспечить учебным материалом все школы. Это касается средних и старших классов тоже. Такое положение содержит новый закон об образовании, который вступит в силу с 1 сентября. Льготы появятся и у родителей, и дошкольников. Если они вынуждены водить ребенка в частный детский сад, республика возместит 10% затрат. Подробнее о новом законопроекте мы расскажем в рубрике «Парламентский дневник». Она выйдет завтра в программе «Вестих, Хакасия» на телеканале «Россия-1» в 19.40. Сегодня Международный день русского языка. Дата установлена в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Напомним, великий русский поэт родился 6 июня 1799 года в Москве. В столице Хакасии открылся литературный бульвар. Он прошел у памятника известному литератору. Подобное празднование уже стало традицией. Однако в этом году бульвар посвящен в частности роману в стихах Евгения Негин. Он был впервые издан 180 лет назад. Гости праздника цитировали строки из любимого произведения, обыгрывали сцены из него. Роману даже посвятили целую выставку. И последнее. Жители Хакасии чувствуют себя счастливее россиян, проживающих в других 80 регионах страны. Таковы результаты опроса независимого Международного фонда социологических исследований. Счастливее нас оказались только два региона – Приморский край и Орловская область. Такой результат сенатор от Верховного совета Хакасии в Совете Федерации считает главным показателем качества работы республиканских властей. Интервью с Евгением Серебренниковым смотрите после выпуска новостей и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok